МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем зрителей нашего телеканала у экранов. Здравствуйте! В студии Татьяна Пыренова. Итак, главная тема дня. Православные отмечают благовест Пресвятой Богородицы. Электрогорский клуб «Активное долголетие» стал лучшим в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев напоминает о важности вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией. Рубрика «Спорт-обзор», сводка чрезвычайных происшествий, репортаж с оперативного совещания. Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают один из 12 двенадесятых праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери, Благовещения Пресвятой Богородицы. Нагануне Благовещения патриарх Московский Исиаруси Кирилл совершил всеночное мнение в храме Христа Спасителя. Глава города Сергей Дорофеев поздравил с этим праздником горожан. Он пожелал всем мира, добра, помощи и заступничества Царицы Небесной. Согласно Евангелию, в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал, «Радуйся благодатная, Господь с тобой, благослови на ты между женами». Он сообщил благую весть о рождении от нее Сына Божьего, который воплотится ради спасения всего человечества от греха. После ослабления натиска коронавирусной инфекции и спады заболеваемости в Подмосковье вновь возобновились профосмотры и диспансеризация. В рамках нацпроекта здравоохранения жителей Электрогорска проходит обследование на современном медицинском оборудовании, установленном в диагностическом отделении городской больницы. Решение возобновления диспансеризации взрослого населения принималось на региональном уровне. Медосмотры приостанавливали на время пандемии. Диспансеризация – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на раннюю диагностику, выявление хронических заболеваний, а также групп риска хронических заболеваний, которые приводят к ранней инвалидизации и, к сожалению, к преждевременной смерти пациентов. В первую очередь это касается онкологии, сахарного диабета, то есть увеличения уровня глюкозы в крови, гиперхолестериномии и сердечно-сосудистых заболеваний. Подавляющее число случаев заболеваемости жителей с сахарным диабетом выявлено именно в рамках диспансеризации. Последние годы медицина и наука достигли значительных результатов по лечению различных заболеваний. Но во многом успех зависит от своевременности выявления каждой патологии. И чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможности вылечить его радикально. Поэтому, заботясь о каждом жителе нашей страны, повсеместно проводится ежегодная диспансеризация. В нашем городе диспансеризацию взрослым больным с 18 лет можно пройти на базе взрослой поликлиники. Чтобы пройти медосмотр, можно записаться к лечащему врачу-терапевту через портал госуслуг или по единому номеру телефона, или обратиться в кабинет номер 8 по вторникам и четвергам. Объем обследования по диспансеризации зависит от возраста пациента. Обратившись в 8 кабинет или записавшись к терапевту, пациенты получают анкету, добровольно информированное согласие. Им проводят антропометрическое исследование, измерение артериального давления, первичное консультирование, а также выдаются необходимые направления на обследование. И объясняется маршрутизация согласно данным видам обследования. Программа обследования в рамках диспансеризации включает осмотр у нескольких специалистов, а также ряд анализов и обследований. Данные мероприятия проводятся в поликлинике по месту прикрепления. Полный перечень и комплекс медицинских направлений и обследований, которые входят в диспансеризацию, в поликлинике осуществляется по вторникам и четвергам. Дальше для удобства жителей нашего города организован единый день диспансеризации. Это последняя суббота каждого месяца, куда каждый житель может обратиться с 8 до 13 часов в поликлинику и пройти диспансеризацию. Однако надо напомнить, что анализы забираются, как всегда, по утрам с 8 до 11 часов. У каждого жителя сегодня есть возможность бесплатно пройти комплексное обследование, позволяющее сделать выводы о состоянии своего здоровья. По результатам исследования врач определяет группу здоровья каждому человеку и при необходимости дальше направляет пациента на дообследование, и уже в результате которого ставится диагноз и назначается необходимое лечение и наблюдение каждому конкретному человеку индивидуально по результатам выявленных обследований. Пройдя диспансеризацию, мы обеспечиваем себе долгую, счастливую, здоровую жизнь. Поэтому ждем всех вас в стенах нашей поликлиники. При посещении поликлиники не забудьте надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Далее эфир продолжит информация, предоставленная налоговой инспекцией. Добрый день, уважаемые налогоплательщики. ФНС России по городу Павловскому посаду Московской области сообщает, что на территории Российской Федерации стартовала декларационная кампания 2021 года. Предоставить декларацию о доходах, полученном в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже заполнена. Или использовать программу декларация, которая автоматически формирует нужные листы формат РИНДФЛ. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников или другие полученные доходы. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающие частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Уплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ нужно не позднее 1 декабря 2021 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ предусмотрены меры ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики. Инспекция ФНС России по городу Павловскому Посаду сообщает, что Федеральная налоговая служба приступила к реализации отраслевого проекта «Общественное питание» в целях обеления сферы общественного питания посредством комплекса мероприятий, направленных на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания данных услуг. Результатом отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, должно быть повсеместное применение ими контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемое с применением контрольно-кассовой техники и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных конкурентных условиях ведения бизнеса. Напоминаем, что за неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность по статье 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом штраф за неприменение контрольно-кассовой техники напрямую зависит от суммы расчета, а за повторное такое совершение административного правонарушения любой субъект хозяйственной деятельности, независимо от организационной формы, может получить приостановление деятельности на срок до 90 суток, если совокупная сумма расчетов, проведенных без контрольно-кассовой техники, составит 1 млн. рублей и более. Кроме того, выявление налогоплательщиков в сфере услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, помогает гражданский контроль, в том числе за счет проверки легальности кассового чека через бесплатное мобильное приложение, с помощью которого в случае возникновения вопросов можно направить жалобу ФНС России. Любой гражданин может скачать разработанное налоговое службо бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кассового чека и в случае невыдачи чека тут же через мобильное приложение направить жалобу в налоговые органы. Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам в избежание финансовых затрат в полной мере соблюдает законодательство о применении контрольно-кассовой техники. Спасибо за внимание. Губернатор региона Андрей Воробьев напоминает о важности вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он обращается к жителям Подмосковья. Очень похоже, что ковид уходит. Очень активно агитируем, предлагаем вакцинацию. Это добровольное дело. Мы получаем достаточное количество вакцин. Развернуты пункты и в поликлиниках, стационарах, торговых центрах. Коронавирус – тема, без которой уже больше года не обходится практически ни один выпуск наших новостей. Еженедельная статистика Астроспотребнадзора помогает понять, как меняется ситуация с эпид-обстановкой в городе. В нашем городе, как и в других городах России, есть заболеваемость коронавирусом. У части населения она протекает в легкой форме, но у пожилого населения и населения с среднего возраста она протекает в более тяжелой форме, и заболевание не всегда заканчивается выздоровлением. За время вспышки новой коронавирусной инфекции в городе умерло 17 человек. Сегодня в Электрогорске идет массовая вакцинация от COVID-19. Для того, чтобы уменьшить самозаболеваемость, у нас же в стране создана прекрасная вакцина, которую признали уже во многих странах мира и просят ее на обеспечение. Вы понимаете, что COVID-19 отличается от других респираторных заболеваний своими последствиями. У одних он проходит бесследно, у некоторых развивается самый фиброз легких. Это хроническое воспаление, которое приводит к дыхательной недостаточности, и в дальнейшем человек становится инвалидом. Поэтому еще не все серьезно относятся к прививкам, считают их ненужными. Это глубокая ошибка у людей. Вы понимаете, кто переболел ковидом, они к этому относятся уже совсем по-другому. Они знают, что это тяжелейшее заболевание. Они говорят своим родственникам, просят их даже сделать прививки. Дети приводят своих родителей к нам для того, чтобы уберечь их от этого страшного заболевания. Именно вакцинации с давних пор помогали справиться со страшными болезнями, такими как ОСПО, полиэмилит, туберкулез и многими другими. Сейчас появилось и оружие против ковид. И врачи призывают не относиться к этому халатно. Вы понимаете, до настоящего времени еще не накоплено количество знаний о том, можно заболеть повторно или нельзя. Но рассматривая другие вирусные заболевания, мы видим, что в течение года, двух, трех все равно иммунитет снижается. Ведь гриппом болеют неоднократно. Возможно, и ковидом будут заболевать и в дальнейшем. Естественно, что прививка, подняв у человека антитела, приведет к тому, что-то он убережется от этого заболевания. Или если даже заболеет, то заболеет в очень легкой форме. Коронавирус не прощает легкомыслия. Ему все равно, кто вы. Врач, знаменитость или простой человек. Болеют все. И защита у всех тоже одна. Спутник ВИМ. Ковид еще не закончился, соответственно, все люди могут еще заболеть, заразиться ковидом. Чтобы именно не заразиться, нужно сделать прививку, чтобы выработались антитела, чтобы защищать себя и окружающих людей. После того, как начали делать прививки, заболеваемость значительно снизилась, и люди переносят сейчас легче, чем было изначально. Желающих привиться становится все больше. 700 человек сделали первую прививку, 1710 полностью привелись от COVID-19. Привиться от нового и опасного вируса призывают и врачи. Уважаемые жители города Электрогорска, сейчас, сами знаете, непростая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, которая до сих пор нас с вами преследует. Я сам знаю не понаслышке, что такое заболевание ковидной инфекции, потому что сам переболел несколько месяцев назад этим заболеванием тяжело проходило само течение заболевания. Дальше был непростой восстановительный период, и до сих пор ощущаю последствия ковида. Поэтому призываю вас прививаться, призываю вас подойти к этому делу серьезно, потому что по себе могу сказать, что лучше не болеть, лучше предотвратить это заболевание. Единственный способ – это сделать прививку. В практике в настоящий момент встречаемся с различными возрастами пациентов, перенесшие ковидную инфекцию, у которых патологии различных органов. Очень тяжелые зачастую, поэтому приходится пациентов отправлять в другие больницы, либо к другим специалистам, более квалифицированным в том или ином направлении. Поэтому еще раз, дорогие наши жители, несмотря на все, что говорится вокруг, делайте правильный выбор в сторону предотвращения данного заболевания. По итогам работы за первый квартал начавшегося года Клуб активной долголетия «Электрогорска» стал лучшим среди всех территорий Московской области. Участники клуба настолько соскучились по общению и занятиям в различных секциях и кружках за время пандемии, что сейчас с большой радостью посещают все доступные активности. О том, как вступить в ряды активистов и чем они занимаются, мы расскажем вам в ближайших выпусках наших новостей. Ставший традиционным и любимым для «Электрогорцев» турнир по греко-римской борьбе имени заслуженного тренера России Альберта Исаева пройдет в субботу 10 апреля в спортивном зале «Электрогорского отдела полиции». На турнир приедут борцы из соседних регионов. За ходом боев будут следить профессиональные рефери международного класса. Спортивное мероприятие начнется в 12 часов. Редактор субтитров А.Семкин Приходите и поддержите электрогорских спортсменов, которые будут защищать честь своего города и своей команды. В Павловском посаде в минувшие выходные прошло большое спортивное событие. Состоялся хоккейный турнир на Кубок главы города, посвященный 75-летию со дня основания «Электрогорска». Четыре команды сражались за почетное звание лучшей команды «Электрогорска». Вашему вниманию репортаж из Ледового дворца имени Надежды Петрусевой. Именно там проходило городское мероприятие. Турнир на Кубок главы Турнир на Кубок главы начался с экскурсов в историю, посвященную развитию зимних видов спорта, традиционно любимых у жителей Подмосковья. Музей расположился прямо в Ледовом дворце имени Надежды Петрусевой. Знаменитой землячке, заслуженной чемпионки мира и чемпионки олимпийских игр, отведено сразу несколько стендов, где разместились ее медали и кубки. Ну, знаете, на чем все это? Хоккей, значит, год 80-й, все вот это вот начиналось, это еще, я помню, еще это было давно-давно. А, как оно, как это вот? Да, 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 там внутри, там, короче, волосы, волосы, да, да, волосы. Тут коньки представлены Жигули, еще есть английские лезвия, вот. Вот, ботинки, ботинки шили, ручно наши шили, наши тоже сейчас делают. Ну, сейчас, правда, коньки-то дорогие, они сейчас английские, там, тоже ручная, там, по заказу, по накиду, старые образцы, вот эти конечки, которые еще тоже присылали, там, искали. После того, как участники и гости турнира окунулись в историю и знали много интересного, глава города Сергей Дорофеев объявил об открытии турнира. Уважаемые гости, уважаемые гости, во-первых, хочу поблагодарить, что это российский городский полос СОСА, иностранный город, но сам, в ряде, структуру, его вinea. Главный город, это будет трагед ¿Смург, этом? Это прекрасный городского полоса. Последнее время, администрация спорта старается, чтобы данный вид спорта был на пару популярен в нашем городе И будет помогать вас, чтобы мир в вашей жизни смогли играть в комфортных, хороших условиях. Ну а сегодня хочется пожелать всем хорошей игры, хорошего настроения и наступить в сильнейшую. В соревнованиях приняли участие четыре команды. Две взрослые команды «Вымпел» и «Боевое братство» и две детские команды «Тигр Павловский посад» и электрогорской спортивной школы команды «Вымпел». Здравствуйте. Здесь мой сын играет и вообще я болею за эту команду, за «Боевое братство». Да, мы уже больше трех лет, как создалась эта команда. Отличная. Ну, чтобы всегда выигрывали. Более 50 лет электрогорских хоккеистов тренирует почетный житель города Владимир Чернецов. За время своей работы он воспитал не одну прияду хоккеистов. И теперь его воспитанники достойно защищают честь нашего города и своей команды. Фактически сейчас на поле игроки все ваши ученики. Да. Ну, практически все, да. То есть фактически сегодняшнюю игру можно даже назвать как дружеская встреча, да? А так она и есть. Мы устраивали эту вещь, чтобы в честь главы отыграть электрогорскими ребятами, которые прошли у нас школу на мебельном комбинате в детской спортивной школе. Как вы оцениваете лёд? Качество льда. Лёд хороший. Какие будут пожелания игрокам? Сейчас вот взрослый состав играет, потом будут играть дети. Ну, пожелания какое? Больше тренироваться, работать. Через труд. С первых минут встречи игроки «Вымпела» завладели инициативой. Во втором тайме счёт сравнялся. В напряжённой ледовой борьбе обе команды не уступали друг другу. В меткости, ловкости и скорости. Как игра? Как соперника оцениваете? Нормальная игра, ну, равные составы. Сейчас будем стараться выиграть игру, потому что что-то идёт не так. Сейчас перестроимся в третьем периоде и будет всё нормально. Капитан команды? Да. Капитан команды. Какие-то слова на пустое своей команде, чтобы всё-таки выиграть? Ну, это всё. Сейчас будет перерыв и всё будем перерывы с тренером обсуждать. Среди взрослых команд победу удержали ветераны хоккея. За упорство и настойчивость, умение принимать быстрые решения и помогать своим, игроки команды «Вымпел» завоевали кубок главы. Счёт встречи 6-3. Сколько лет вы в хоккее? 45. 45. Потрясающе. Тренер ваш признаем. Владимир Иванович Чернецов тренер. Он всю жизнь посвятил игре хоккею. Да, вот с 12 лет я с ним вместе. Сейчас вы отыграли с командой. Фактически тоже, как результаты наши ребята. Как оцениваете соперника? Ну, они помоложе, побыстрее, пошустрее. У нас всё-таки возрастные команды-то. Мы этой команды, у нас половины не было, приболело. Играем на первенстве в Орехово-Зуево ветеранами. Вот, мы там заняли третье место. Ну, а так, как бы, всё-таки приз мэр города, надо выступить, собрали команду небольшую. После игры старших товарищей на лёд вышли юниоры. Как оцениваете соперников? Ну, хорошая, достойная команда Павла Пацацкая, Тигры. Так что борьба будет, я думаю, равна. У них дети больше катаются, чем наши. И по составу они лучше, чем наши. По силам лучше, чем наши. Ну, постараемся выиграть. Сейчас готовы выйти на поле. Да. Что ты чувствуешь перед выходом, перед игрой в хоккей? Да, у меня адреналин поднимается всегда. И мне очень круто играть. Эмоции хорошие. На победу нацелен? Да. Какие пожелания будут своим коллегам, игрокам? Чтобы не пожарили и всё было хорошо, без травм. И наши юные хоккеисты не подвели. Отыграли матч на уверенную пятёрку. Слаженно, активно, тактично. Результаты игры детских команд 7-5 в пользу электрогорской команды «Вымпел». Поддержать и повалять за наши команды приехали родители, знакомые, друзья по команде. Хочется им пожелать победы, стараний, ну не знаю, скорости побольше. Ну всего, конечно, успеха. А ваш сын сколько уже занимается хоккеем? Сколько лет играет? Три года. Три года. А кто тренер? Ну сейчас Андрей Викторович. А до этого он начинал у Владимира Ивановича. А успехи есть какие? Да. Мы изначально пришли, он был в поле, но недолго. Потом он ушёл на ворота воротарём. Ну иногда катается в поле. Проведение таких игр для ребят учит их не только на практике отрабатывать тактические приёмы и комбинации, получать бесценный опыт игры, но и гордиться своим городом. Два мальчика у вас играют в хоккей. Как давно? Ну старший играет четвёртый год, младший второй год. За какую команду? Ну вообще запалский пассат, команда тигров. Отлично. Ну это всё равно очень приятно, что мы говорим с соперником. А как вы вообще предлагаете, как может закончиться сегодняшняя игра? Как сыграют дети? Надеюсь на победу наших детей, нашей команды. А если победят лекарственные ребята? Ну ничего страшного, главное участие. Я думаю, они будут рады. В организации и проведении спортивного мероприятия помогали волонтёры. Они не только выполняли свои прямые обязанности, но и активно болели за понравившуюся команду. Вы сегодня как волонтёр присутствуете на хоккейном матче. Какие ваши сегодня задачи? Сегодня мы помогаем ребятам распределиться правильно по раздевалкам. Всех приветствуем, конечно же, и наблюдаем за этой яркой игрой. А за какую команду сама болеешь? За Электрогорск, конечно же, наши ребята. Все, все Электрогорск. Всё равно, ну вот в красных футболочках мальчикам мне нравится гораздо больше. Все команды были достойны друг друга. Турнир стал прекрасным подарком и для спортсменов, и для тренеров, и, несомненно, для болельщиков. Игра прошла достаточно хорошо, потому что спортсмены показали, в принципе, действительно очень высокие результаты. Сразу видно уровень подготовки наших спортсменов к данному кубку. Считаю, что всё прошло просто на высоте. И очень здорово, что у нас такие спортсмены, что именно такой уровень подготовки показывают наш город Электрогорск и, соответственно, наши соперники – город Павловский фасад. Чем чаще будут проходить такие встречи, тем больше пользы для детей. Они будут постигать азы хоккея, учиться мастерству старших товарищей. А ветеранам будет кому передать свой опыт и знания. По-первых, вам поблагодарить за игру команду «Тигры». Игра сегодня была интересной, увлекательной, выступательными и оборонительными моментами. Второе место – это тоже очень большое приветствие. И, конечно же, большое спасибо Владимиру Альченцову, в первую очередь третьего команды. Ну и, конечно же, ребята, спасибо вам за вашу игру. Надеемся, что это ваши последние золотые медали в первое место. Успехов вам во всем вашем начинании в будущей карьере. После игры команды вышли на лёд за заслуженными наградами. Участников турнира наградили медальами за первые и вторые места. А командам-победительницам вручен заветный кубок главы города Электрогорск. В завершении новостного блока прогноз погоды. В ближайшие дни погода продолжит портиться. Ночью переменная облачность, сильный дождь, сильный туман, температура плюс 2, плюс 4. В четверг столбики термометров не поднимутся выше 5 градусов. Местами дожди могут переходить в снег. В пятницу станет немного теплее, до плюс 9. А в выходные погода наладится, и воздух опять станет прогреваться. В воскресенье до плюс 15. На этом новостной выпуск завершён. Но не переключайтесь. Сразу же после него вы увидите сводку чрезвычайных происшествий, рубрику «Спорт-обзор», репортаж с оперативного совещания. А я на этом прощаюсь с вами. Сегодняшний выпуск для вас готовили Александр Суслов, Ольга Костина, Анна Вязгина, Дмитрий Морозов. В студии работала Татьяна Кыринова. До новых встреч на телеканале ТВЛ. Не болейте и берегите своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова